От количества идей голова идет кругом. Ольга Крылатова из Кировской области много месяцев придумала лекарства от одиночества и нерешительности. В итоге родился проект, в котором используются лица киногероев. Участникам предстоит пройти так называемый ролевой квест, после которого, уверена девушка, даже самый зажатый человек станет общительнее и увереннее в себе. Мы не всегда можем подойти к кому-то и познакомиться, и сказать свою мысль, как-то ее объяснить. А здесь, когда ты в роли, допустим, Аллана из «Мальчишника в Вегасе» или как у нас были литературные герои, там, допустим, этот же Александр Грин, ты можешь подойти и сказать «О, привет, я Саг Галифонякис, я Аллан, я хочу сделать это, это, это». И уже намного проще. В этом году в рамках молодежного форума «Иволга-2015» пройдет 9 смен, среди которых и федеральная инновация, и научно-техническое творчество. Здесь среди прочих участников презентовать свой проект будет и Юрий Иванников. Он продемонстрирует работу генератора, использующего силу ветра. Он может быть полезен руководителям каких-то организаций, которые находятся, удалены от объединенной энергосистемы, либо жителям Крайнего Севера, допустим, дачников, которые не удовлетворены ценой или качеством электроэнергии. Одной из основных тем форума по традиции стала политика. О том, какую роль она играет в формировании сознательного общества, рассказал советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов. Большинство слушателей хотели побольше узнать о реформе органов местного самоуправления, которое сейчас набирает обороты в Самарской области. Для гостей из других регионов такая идея стала открытием. И деятельность общественных советов также имеет очень важное значение. И то, что население на самом деле имеет огромные возможности для влияния на органы власти. Именно поддержание своей, скажем так, политики. Отдельно остановились на теме развития в России массового спорта и физической культуры. Как долгие годы оставаться в форме и покорять новые вершины, на личном примере рассказал заслуженный мастер спорта, а ныне депутат Госдумы Александр Карелин. Люди настроены на жизнь, понимая, что они хозяева этой жизни. Их нужно в этом убедить. Убедить в том, что все зависит от их инициативности, от их правильно составленных предпочтений к жизни, от их готовности подчинять свое время достижению цели, а не только радостям цивилизации. На фоне украинского конфликта особое внимание организаторы форума решили уделить дружбе народов. Учили понимать друг друга без слов. Для гостей из Китая и Швейцарии работала смена, посвященная сплоченности и дружбе народов. Команда, состоящая из представителей разных национальностей, из конструктора собирали символы дружбы. Несмотря на то, что мы из разных стран и у нас разные культуры, мы приходим на форум, говорим друг друга здравствуйте и общаемся посредством жестов и улыбки. У нас нет особых проблем, чтобы строить что-то вместе. Мы счастливы быть здесь. В этом году в форуме принимают участие более двух тысяч молодых людей со всего Привожского федерального округа. Идею участников оценят профессиональные эксперты всероссийского уровня. Лучшие проекты получат финансовую поддержку на реализацию. Грантовый фонд форума в этом году – 11 миллионов рублей. Павел Баймаков, Константин Головин. События.